смотрите какая интересная это венеция дожди бьет солнышко вот сейчас 5 минут дождика нету уже солнышко ветер есть вы видите какой флаг ветер конечно есть я сейчас немножко сниму я просто еду в аппарат а в аппарат а это водный транспорт вот такой же вот таком же я еду как вы сейчас видите вот сейчас мы еще не стоим еще на месте да вот людей совсем мало как-то в аппарат а в аппарат а и еще я вам говорила на диалекте внецианском бартелло они говорят другой заплывает реклама лаваться вижу я сегодня буду ехать номером 2 номер 2 останавливается только две остановки и потом реальто очень быстро потому что номер один он останавливается на каждом шалу и очень но получается едешь час до 5 с сан-марко да но я еду сегодня на реальто поработать мавра магазине здравствуйте всегда на канале я опять отдела это зеленое фальто потому что но непонятная такая погода конечно все таки когда я буду возвращаться вечером и не могу сказать что мне сейчас шарка нет совсем не жарко вы конечно уже изучили со мной весь этот страту вводную гранд-канал тут у нас пьяца рума и вот мы сейчас будем проезжать опять же будем проезжать там чея где вокзал вот хорошо не буду повторяться но все таки показывает потому что есть люди которые может быть впервые на канале вот делает это сессии вода сегодня низкая смотрю несмотря на то что вот дождик прошел венеции надо дожди и они как затягивают и затягивают конечно надолго вот как красиво такси смотрят там не хотят пошел я решила что мне себе показывать лучше буду показывать венецию интересная такая много что такой сильнейший дождь был боже мой все прятались то куда я ехала в автобусе я думала не буду брать сон потому что я надеялась когда я выйду с автобуса я как раз попаду под солнечную погоду так и получилось ехала в автобусе и издавал такой дождь сильнейший был и вот я тут вышло солнышко вот люди вышли же до вокзала санта-лучи я смотрите кто как одет как всегда непонятно непонятно люди не знают просто как одеваться на эту погоду потому что погода меняется прям поминутно я вам покажу вот это девочка и мальчик я думала что это две девочки оказывается девочка и мать я отойду немножко чтобы люди могли поснимать потому что смотрю что все туристы а я уже тут постоянный житель очень мне нравится иезуитов это это церковь иезуитова вы знаете что сейчас вот папа римский франческо он иезуит а когда-то иезуитов венецианская республика не разрешала строить здесь свои церкви но все-таки они их построили и в Венеции их есть три и они самые богатые опять обратите внимание на эти столбы на которых стоят вот эти вот парапеты или как вот ресторан реально всегда говорю как можно люди просто не знают где сидят и когда когда упадут вот это приватный причал потому что это гостиница вот так вот лодка подъехала лодки все вот эти такси все и лодки все гондолы сделаны специального такого материала чтобы не промокали ну как бы водостойкие такие а еще вам скажу да вот когда вы знаете что у меня всегда все на ходу вы смотрите такие лица когда есть лица вот на фасадах да и они все разные то те которые это такой обычай когда-то был венеция те которые проживали в этом доме это лица тех людей которые жили там тех домах потому что когда они умирали то есть их сделали вот это такие вот а боже я не знаю правильно это слово слепки слепки не знаю вот правильно это слово я таки не знаю вот какое лицо было во время смерти так его и зафиксировали вот люди собачками хошли собачек вынесли да на причал посмотреть на канал так люблю вот эти цветы сиреневые ли сейчас вы мне напишите как и я хочу поехать на лида какой-то день на этой неделе мне будет очень занята планирую поездки другие города даже в другую страну посмотрим как получится но хотела бы поехать чтобы заснять именно вам там такие красоты на лида есть где цветут вот эти лианы сиреневым цветом красиво съемались только что вот на причале думала не снимать причал но там такие были чувственные такой поцелуй вот мне нравится вот эти еще вот террасы наверху да классно так выйти когда классная погода и выпить что хотите кофе чай как хотите просека но в основном венецианцы когда приглашают мы зайдем тебе на кофе вот когда у нас украине всегда мы на чайчик не всегда было много людей все всегда собирались меня и даже когда я с мурана когда-то привезла бокал это каждый бокал другого цвета если мои подружки знали где чей бокал потому что каждая из них полюбила какой-то определенный цвет а тут говорят зайдем на кофе но видите я вот вам показала свой пасхальный стол но это не есть пасхальный стол потому что мы сами с мамой и мы так мыс конечно постукали тяйцами там с утра конечно я маме делала и одну пасху и другую чтобы она чувствовала праздники это все для нее делаю но я колбаску еще не запекала буду запекать наверное на вторник вроде бы вторник как собираются ко мне прийти гостям то я запеку конечно все у меня готово и стушу капусточку я уже закупилась мондавском магазине и с ребрышками все как положено ну и все многое разное другого конечно а пока так потому что мы с мамой стараемся поменьше кушать мы кушаем поменьше но мы вкусняшки кушаем чтобы потом не худать я считаю что эти салаты которые я очень сильно люблю вот это чердина мне нравится чердина это дворик божий там тёмаются видите все таки романтическая это венеция потому что всех пробивает арима на романтику и на чувства я хочу сказать даже что я люблю очень оливье а тут называется не левья а тут говорят из салата руссо чтоб вы понимали а мы говорим оливье очень люблю шубу селедку я тоже покупаю молдавском магазине мама у меня очень любит сельдь маура как-то не оценил ну и и потому что мы будем выросли на море и они кушают конечно только морскую рыбку вот там тоже терраса и полностью вот такие если вам видно там все стекла такого арбурановского сделано наверное какой-то живет просто до человек который имеет отношение до мурана потому что так его закупить и выставить на улице это очень дорого и удовольствие а вот эта трагедно где за два евро вы можете приехать проехать там вот на другую сторону тоже вам рассказывала и показывала тут уже ну как бы марка то рынок рыбный рынок и реальта и вы можете таким способом просто сэкономить та же самая голда гондола только три минуты и два евро но для вас евро 2 евро для меня 70 копеек вот этот бар недавно открылся я его уже нашла с новой страды маура даже не знал я в римауро мы должны сюда зайти когда потеплеет он говорит боже ты больше знаешь чем я уже вот этом баре и ресторане мы уже были неоднократно я вам дело неоднократно видео с этого какой-то друг поехал пацанчик какой-то орет своему другу тот который на лодке проехал он ему что-то там поприветствовал его вот так я себе оставила свой рюкзачок смотрите всегда оставляю доверяю людям забываю помню когда летала стамбул то девочки которые со мной заходили в магазин то они мою сумку носили за собой потому что не знаю что я где-то в рошу и уже смотрю вещи фонда кодель тадески вот эта галерея где все магазины марки люкс все что вот сюда фонда кодель тадеска все приезжают иностранцы японцы китайцы русских очень много было работает очень много китайцев внутри на на брендах на марках да но китайские работники потому что надо знать китайские китайцы как-то легко изучают все другие языки кроме своего на ум тяжело выучить китайский им не тяжело фонда кодель тадески я напоминаю там когда-то жили туре тадески это немцы итальянцы говорят тадески там когда-то жили немецкие купцы потом очень долгое время когда уже не было не цианской республики ну как бы в этот последние года 2008 года там была пошта венецианская центральная смотрите девочки пораздевались потому что приехали это мгновение надо вот просто заснять на камеру да выставить красивые фотки в инстаграме ну вот честно тепло я вот так одета конечно зонта не брала и в этом пальто ну не жарко мне и вечером будет мне не жарко и не холодно надеюсь я буду выходить одеваю маску и выхожу панте дириальта белый мозг как люди говорят прекрасно спасибо венецию что ты мне встречаешь солнышко и вот как хорошо что я не брала зонта все-таки так как я мечтала что так будет дать есть вот мои ребята по приветствую вот показываю сразу выхожу с аппарата и вот этот бар такой неприятный старый бар где самые вкусные трамезина реально кушать еще не хочу но может быть зайду возьму просто на потом потому что именно с действиями зимите которые я люблю самые чао самые вкусные венецы и стоит они всего два евро говорят в зе перфаворе препарате миккон мэ парке анкора но не фами дуэ си пер портаревия ведь я ему даже не говорю какие я уже знает что я люблю вот так вот девочки опять пораздевались фотосессия как всегда здесь очередь стоит чтобы попасть на этот мостик этот причал вообще это для такси и для гондол немножко дальше всегда очень потому что все хотят тут сфотографироваться на фоне реальта везде фрида очень популярна кстати вот смотрите сумки шарфы платки божия что только кружечки вот паравента это перегородка называется паравента везде фрида вот я ее историю жизни знаю знаю и любовь всей жизни но я не как-то не понимаю нам не мужеподобно я знаю что наболела бедная всю жизнь но вот эти брови сросшиеся на носу я не не понимаю этой эстетики этой красоты понимаете вот ну хорошо что она тебя украшала этими цветами но каждого свое понятие красоты конечно но я как-то не есть ценителем не ее таланта и и вот не понимаю вот этой реальной и и красоты хотя уважаю человека знаю ее автобиографию скажите вам нравится гулять со мной по венеции постоянно венеция венеция вы не устали а мне интересно знаете почему потому что всегда встречаю разных людей люблю остановиться и просто молча понаблюдать за людьми кстати у меня вчера был массажист приходил ко мне домой итальянец 30 лет у него стаж работы работал он на термальных источниках возле падова есть термальные источники вот это все фанель в розовых тонах вот внутри вот так как у меня был магазин мои будут смотреть то они знают я тоже была выкрасила один магазин розовый цвет и что массажист сказал он говорит я работать люблю женским телом потому что говорит я вот нажимаю по точкам я вижу какие точки воспаленные я сразу знаю характер женщины психологию даже этой женщины он говорит вот я уже просто понимаю и и вот немножечко интересуется просто эзотерикой я так поняла кстати он не признался что он сделал три вакцины потому что он ведь работник он должен делать а его жена его знакомые родственники не делали вакцину и он не сказал чтобы я не платила штраф я еще не платила потому что они еще проверяют почему я не сделала доктору задают вопрос может быть у меня какие-то там проблемы смотрите сколько людей я буду вам показывать улицы и людей потому что вы знаете что в немеце последние года этого не было кстати стоять за шоколадом все в очередь вот мы сами тоже здесь были я же уже наделала вам за год год и четыре месяца больше 300 видео на сделано то где мы только сами не бывали хочу сказать что у меня проблема седалищный нерв нерву шатико тут она так говорится на итальянском это нерву шатико да левая сторона я думала что у меня только левая сторона заблоковано не и вверх я знаю что я вся заблокована и потому что немножко напряжение живу а он мне сказал что вот это я вот он мне когда потрогали правую сторону тоже был в шоке там у меня все зажато оказывается он говорит и делаю массаж и столько сколько надо одному человеку надо три-четыре одному двенадцать будем посмотреть как у меня но каждый день конечно нет он говорит вот так вот два-три раза в неделю потому что реально вчера я орала еще он был удивлен что у меня есть свой стол он говорит я привык что я вот еще по домам и там разные кровати вот я иду в такую улицу зашла чтобы обойти понимаете вы уже поняли да вот это тоже вы со мной ходили чтобы не быть там где-то где много людей вот по этим улицам не толкаться то я вот обошла немножко в такие закоулки же уже их повыучивала ну вот массажист мне говорит физику терапевт он тут называется вот надо говорить так вот и говорит я почему ты купила я свой всегда в машине вожу а это первый раз вижу чтобы человека дома был говорю ну вот купила еще больше двух лет назад перед пандемией потому что знала что мне надо массаж и знала что моя косметолог людочка она ко мне два раза прилетала приезжала с это с украины вот я себе купила думаю пусть будет он стоял у меня на чердаке у нас там в моем доме не внизу вот подвальное помещение как-то имеют свои какие-то там кладовки гаражики это у нас наверху у меня там долго стоял ну вот дождалась пришло время так что и такое есть так что могу и массаж лица и татуаж и массаж всего тела всему приходи ко мне у меня все всегда готово вот мы уже пришли друзья переключаю камеру потому что красиво сейчас вот как люди перекусывают эти бандолы почему-то закрыты не думаю что может быть бандольеры на обед отправились вот такая у нас ситуация мои дорогие и на этом я буду заканчивать я уже захожу подхожу к мавру и захожу надеюсь сегодня сделать его приятное и продать немножечко урановского стекла всем чао всем папа всем спасибо за просмотр до скорых встреч тебя я вас люблю